Самашки, почему ты не расскажешь, как Ахмат Кадыров подставил чеченцев, призывая убивать русских, воевать с Россией, и после этого оказалось, что все это Кадыров делал ради захвата власти? Также на востоке Ичкерии те, кто имеет аварское происхождение, всегда говорят ле, и ты в последнем ролике об этом говорил. Что касается насчет последнего видео Костекски про тебя, прокомментируешь. Я посмотрел то, что он сказал, и могу сказать, что радует беспристрастность, говорит он абсолютно правильно, на самом деле он говорит правильные вещи, и то, что он относится в этих вопросах беспристрастно, оставив какие-то страсти, это похвально. Но я бы вот этот вот вопрос, тот человек, который задал ему этот вопрос, он спросил, почему вы, значит, похвалили Тумсо, ведь он ругает, или он недоволен имамом Шамилем, или он ругает имамом Шамилем, или что-то такое он, короче, как-то так он спросил. Сам этот вопрос, он просто вот, он переполнен бывает, вот этот стакан, и он изливается невежеством, через края льется невежество от одного этого вопроса. Вы представляете, каким образом задает человек вопрос, он говорит, почему, ты, говорит, похвалил Тумсо, ведь он плохо отзывается, да, вот так вот сказал, ведь он плохо отзывается об имаме Шамиле. Вы представляете себе, я-то неплохо отзываюсь об имаме Шамиле, это очень важная поправка, я лишь говорю, что героем он не является, я лишь это сказал, а так, я делаю за него дуа и плохо о нем не отзываюсь. Но даже если бы я его ненавидел бы и проклинал бы, каждый эфир свой начинал бы не с приветствия, а с проклятия в адрес имама Шамиля, даже в этом случае имам Шамиль не является человеком, из-за которого строится любовь и непричастность. Валя ибара в исламе, это верх невежества просто, сам этот вопрос, он является страшно невежественным, и это беда на выведение этой эпохи, которая поразила очень многих людей. И плохо, что в ответе на вопрос на этот момент не указал Абдулла, что он не указал на то, что это страшное невежество. Вообще так, так думать, так строить отношения с людьми, это страшное невежество. Никто не может, я не могу строить отношения с людьми, именно валя ибара с этими людьми, выстраивать из-за их отношения к Джахару Дудаеву, допустим, к Аслану Масхадову, к имаму Шамилю, к шейху Мансуру и так далее. Я не могу. Нет другой личности, нет в исламе, из-за которого может выстраиваться отношения, кроме как пророк, мир ему, благословение Аллаху. Поэтому это, ну просто страшное невежество, на которое стоит, я думаю, в первую очередь обратить внимание. Самашки, почему ты не расскажешь, как Ахмат Кадыров подставил чеченцев, призывая убивать русских, воевать с Россией, и после этого оказалось, что все это Кадыров делал ради захвата власти? Также на востоке Ичкерии те, кто имеет аварское происхождение, всегда говорят ле, и ты в последнем ролике об этом говорил. Во-первых, начнем с конца, наверное, да, это ужасное заявление, которое ты сделал, те, кто имеет аварское происхождение, они говорят ле. Те, кто говорят ле, это такие же чеченцы, как ты и я, а просто в их диалекте это говорится так, и это никак не связано ни с какими происхождениями. Уже пусть вас отпустит вот это вот невежество грязное и националистическое, которое настолько зловонно. Прекратите эту ерунду. Это такие же чеченцы, как ты и я, поверь мне, они ничем не отличаются. Они сделаны из того же теста, они родились в таких же семьях, где родители были чеченцами, как минимум, отец точно был чеченец, и это делает их чеченцами. Поэтому это никак не связано с их происхождением. Это элементарный диалект, и у меня очень немало товарищей, друзей, людей, с которыми я общаюсь, которые говорят на этом диалекте, они говорят ле. И они исключительно достойные люди, хорошие люди. В общем, я предостерегаю от подобных убеждений. А что касается, почему я не расскажу о том, что Ахмат Кадыров подставил, ты знаешь, я думаю, может быть, это будет не совсем скромно сказано, но ты вряд ли найдешь сегодня другого человека, кто больше меня говорил бы об этом. Навряд ли ты найдешь. Я не согласен с Тумсо в вопросе Ауха, тем не менее, я его люблю ради Аллаха, и он мой брат, мусульманин, хватит вам людей разделять, мы мусульмане, и ле на аварском это эй. Я единственного момента не понял, а с чем ты со мной не согласен в вопросе Ауха? Что это значит, ты со мной не согласен в вопросе Ауха? Брат, ты видел обращение Костекского, ответь своему брату. Также хотел спросить насчет интервью с Абу-Умаром, который разговаривал с тобой, как с братом был как-то добр тебе, а ты в это время слишком хладнокровным, как будто обращаешься с незнакомым. Эти братья трудятся, как и ты. По поводу обращения Костекского я уже ответил, а вот по поводу интервью с Абу-Умаром, тебе не кажется, что ты как-то по-моему, может это твое личное какое-то впечатление, либо ты целенаправленно сейчас пытаешься вести людей в заблуждение. У нас было со взаимным уважением общение с Абу-Умаром, и я не только считаю, он является моим братом, я не знаю, с чего ты так решил, что я с ним как-то не так разговаривал. У Абу-Умара, да и вообще ни у кого до тебя не возникало подобных претензий ко мне. По-моему, интервью с Абу-Умаром было очень продуктивным, полезным, и все остались довольными. Ну, кроме каких-то открытых ненавистников. Томсо, приветствую. Недавно прочитал в новостях, что Кадыров планирует открыть новую дорогу в Грузии, то есть завершить начатый в 98-м году процесс. Кадыров уже второй раз об этом говорит, он как-то сделал подобный вброс, по-моему, это было в прошлом году, если я не ошибаюсь. Он сказал, что у нас идут, мол, там переговоры об этом с грузинской стороной. И тогда в Грузии политики, власти немножко удивились этому, кто у них там ведет такие переговоры. Тогда эту тему как-то, ну, в общем, чуть-чуть покомментировали, ее оставили. Сейчас он снова ее поднял, заявив о том, что якобы было бы, если бы у нас эта дорога открылась, это открыло бы и сухопутное сообщение с Европой. Но он имеет в виду, что люди смогут на машине уже, как бы, легче приезжать в республику, им не нужно будет через Самосетию вот так ехать. Вот. И опять грузинские власти заявили, что никаких переговоров по поводу этой дороги они не ведут. Вот. Вообще надо отметить, что дорога, по сути, она уже есть, она там есть, эта дорога, ее нужно просто со стороны Грузии, по-моему, ее нужно сделать или доделать. А так это, ну, это не асфальт, это грейдерная дорога, но она хорошая, хорошего качества. Я был на этой дороге, мы как-то ездили туда с друзьями в 2000, по-моему, в 2014 году, или, может, даже в 2015, я не помню точно. Мы ездили, там есть Терлоев Мох, называется место, где-то, ну, это высокогорные, такие-то уже не села, там никто не живет, но это те места, где раньше жили выходцы из Тейпа Терлоев. И они сделали некое восстановление, там восстановились древнюю мечеть, которая была у них в одном из селений, восстановили башню Терлоевскую, там, в другом месте. И вот мы, мой близкий, хороший друг, который из Тейпа Терлоев, он повез нас туда, и мы поехали на шашлыки, там, ну, посмотреть немножко по горах, отдохнуть. А эта зона, чтобы попасть туда, в Терлоев Мох, нужно выехать в эту пограничную зону, то есть стоит пограничный пост, и туда только по пропускам можно попасть. Но тогда один из Терлоевских старейшин, он договорился с пограничниками, я не знаю, как ему это удалось, но он договорился, что те люди, которые едут в Терлоев Мох, они будут без пропусков их туда допускать, на эту зону. И вот, когда, значит, ты едешь сюда от Терлоев Мох, ты проезжаешь по этой дороге, по вот этой вот, в 98 начатой, сделанной со стороны Ичкерии, она была сделана до границы, по-моему, со стороны Грузии она не доделана, я точно не знаю. Но вот по этой дороге ты едешь определенный промежуток расстояния, потом ты сворачиваешь уже вниз и достигаешь вот этого Терлоев Моха. Терлоев Мох переводится как земля Терлой. Тейпа Терлой. Тейпа или даже Туком, по-моему, это Терлоев, который ходит, несколько тейпов. В общем, и вот я тогда удивился, проехав по этой дороге, я увидел, что она очень хорошая, а по ней ездит только военная техника, потому что это пограничная зона, и они там, у них стоят какие-то пограничные, секретные, несекретные, какие-то там военные части, секретки и так далее. И там проходит, я обратил внимание, кабельник, оптика волокна висит. В общем, ездить там, не гражданские машины там ездят, там ездят военные, но, тем не менее, дорогу они очень хорошо отшлифовали. И, в принципе, я что хочу сказать, если бы эту дорогу открыли, то, по сути, со стороны Чечни она уже готова. На нее даже, ну, асфальт, конечно, положить было бы хорошо, но даже без асфальта она такого хорошего качества.